Как думаете, Запад должен работать вот с этой частью населения России, которые против Путина, которые недовольны его действием, которые недовольны тем, что он развязал кровавую войну и хотели бы и могут что-то сделать? Да, 25 процентов, даже если, ну, на вскидку мы цифру называем. Ну, пусть 15, пусть они ошиблись, это огромная цифра. Даже если в сайловиках 15-20 процентов ненавидят Путина, а у меня, в общем-то, судя по другим отзывам, все вроде бы подтверждается. Это огромная цифра. А на что они могут быть способны? Что они могут сотворить? Вот давайте такие гипотетические качели, какие возможны, градации, что они могли бы сделать, вот применив их? Отстранение Путина от власти, собравшись с силами и поддержкой. Это был бы самый простой, самый лучший, самый эффективный, самый безопасный вариант завершения войны и не только. И завершение Путина от власти группой должностных лиц при поддержке силовиков. Другого варианта я не вижу. Другие варианты сложнее, опаснее, дольше. Но война может затянуться, предположим, при каких-то определенных обстоятельствах еще там на год, на два. А это задержание или устранение? Ну, я человек не крылавый. Я считаю, что каждый должен пройти свой суд в обстановке соблюдения правды и свободы человека. Любого, не важно. Он должен пройти свой суд. И поэтому я считаю, что если есть возможность просто отстранения от власти, пусть будет отстранение. Если у них не будет другие возможности, будут какие-то иные варианты, но это их выбор. Пусть они сами выбирают. Способы, методы, формы отстранения. Но в любом случае, они не сделают это без силовиков. В любом случае, они не сделают это без тех людей, которые внутри. И я думаю, что Путин это прекрасно понимает. Осознает уровень опасности, исходящий от своего окружения. Потому что это его заботит больше всего. Он не очень боится народа. Там огромная армия, которая подавляет народ. Я все время называю цифрами миллион двести тысяч. Это преуменьшенные цифры людей, которые получают все, что можно получить от жизни. Рай без сохранения власти режима. Миллион двести тысяч. Это минимум. Я могу прямо на пальцах разожгать, откуда цифры берутся. Она на самом деле больше. Еще раз, миллион двести тысяч. Еще раз, это кто? Это силовики. Внутренние структуры. На самом деле их больше. Ну, давайте просто считать. 800 тысяч сотрудников полиции. Основная задача сохранения власти. Защита этой власти от народа. Порядка трехсот сорока, трехсот восьмидесяти тысяч Росгвардии. Задача это вообще личная армия Путина, которая направлена на внутреннее подавление любого протеста, любого недовольства. Считаем, там, восемьсот с чем-то, прибавьте триста с чем-то. Уже получается миллион двести. Я, конечно, не включил в этот состав. В прокурорах восемьсот тысяч штук. Я в этот счет не включил тюрьмы. Триста там с чем-то тысяч человек. Я сюда не включил пятьдесят тысяч следователей. Двадцать семь тысяч судей. А вообще в суде работает около двухсот тысяч человек. Понятно, что не все занимаются политическими делами. Тем не менее, я просто называю структуру, которые прямо стоят на страже путинского режима. Вот, прямо стоят на страже путинского режима более полутора миллионов человек. На 140 миллионную страну. Можете представить. Я не беру всякие там региональные администрации, чиновников. Я не беру там администрацию президента и так далее. Я там даже не беру ФСО, которое, в общем, по большому счету охраняет. Там десятки тысяч человек, которые непосредственно охраняют покой одного человека. То есть, вот такая армия создана. Поэтому почему народ не боится? Чего он боится? Своих. В первую очередь. Боится ли он Байдена? Ну, только в том смысле, что если он чего-то будет пытаться сделать с ядерным оружием, он получит ответку или там превентивную. В этом смысле он его боится. Но это как бы он ничего не будет делать. И с ним ничего не произойдет. Боится ли он там мировой коалиции? Ну, только в том смысле, что она его разобьет на поле боя вместе с украинцами на территории Украины. Вот это он боится. Он понимает, что никто в Москву не пойдет. Танки в Москву не поедут. Самолеты не полетят. Он это прекрасно понимает. Поэтому он не боится с точки зрения войны против России ни на грамм. Он никогда не боялся этого. Он всегда понимал, что никакое НАТО ему не угрожает. Он никогда всерьез не относился к никакой военной грозе НАТО. Но вступила куча стран при нем в НАТО. При нем произошло самое большое решение НАТО. И Болгария вступила, и Румыния вступила, и страны Балтии. Может, чуть пораньше. Не важно. Там Албаня вступила. Да там кто только не вступил. Да плевать ему был на ЭТНАТО. Боялся всегда внутреннюю грозу. И сейчас это основной страх. И он правильнее. Основной страх. Потому что внутри у него идут расколы. Они уже наметились. Они уже начались. Они уже оформляются в виде массового недовольства. Его же собственными вот этими тянувшими. Его собственными выращенными. При его режиме олигархием, там есть олигархием. При нем сформировали свои миллиардные капиталы, кстати, в Аптичках. Там есть люди, которые, ну, как бы, и старые олигархи. Еще когда Путина не было, они уже были. Вот. У них тоже ситуация падает. А есть, конечно, те, которых он вырастет. Даже вот эти недовольные. Даже вот эти недовольные, которым он, в общем, все дал в жизни. Нинадий Владимирович, я буду вас благодарить. Спасибо большое за, как всегда, интересный разговор. Да у нас, ну, какой-то сегодня скомканный. Сегодня вот он начался, вот, да, с прихода Путина 23 года назад. И вот оттуда мы покатились кувырком. Ну, это его вина, как и вина его, то, что происходит сейчас в мире. Так что мой прогноз, мой прогноз, который я бы хотел сделать планом работы. Это все-таки ставка на внутриэлитный переворот. И вот мне кажется, что, да, я сейчас публично озвучу. Конечно, говорить, думать о каких-то действиях публично нельзя. Должна быть работа с западными структурами, западными странами, с западными какими-то организациями проведена в конфиденциально-куларном режиме. Но все равно нужен какой-то план. Нельзя вести и строить политику без планов. Это не значит, что они должны кричать на каждом углу. Но планы исчезновения путинизма должны быть. Без Путина в Кремле, надо четко понимать, это просто одно. Путин в Кремле, война продолжается. Она не закончится военной победой Украины на своей территории. Она не закончится. И вот это самое главное, что мы должны вынести не только из грядущей победы Украины, но и из ситуации, когда нужно будет построить стабильный, прочный мир. С Путиным, при Путине, при его нахождении в Кремле, никакого прочного мира, никаких гарантий безопасности, никакой новой структуры международной архитектуры безопасности выстроить невозможно. Вот это главное препятствие для нормальной жизни цивилизации, господин Путин в Кремле. Вот это мы должны с вами четко понимать. И если мы это понимаем, значит, надо что-то делать. Надо что-то делать. В частности, вооруженные силы Украины со своей стороны это делают. Нет сомнений. Это главный фактор первого и, может быть, главного этапа, начало краха путинского режима. Как я все время и говорю, это не я говорю, это вообще все говорят. Потому что у нас есть сказка про Кащея. Вот у него там смерть была в яйце, яйцо к зайце, зайце к водке, водка там еще, кто не знает где. Все это висело в каком-то там тереме, в сундуках. Вот игла от Кащеевой смерти сегодня в руках вооруженных сил Украины. Субтитры создавал DimaTorzok